Ключом ко многим сложным ситуациям, которые возникают как при написании плагинов, так и при создании некоторого вида задач, является понимание устройства потоков в Node.js. И чтобы его проверить, попытайтесь самостоятельно ответить на такой вот небольшой вопрос. Мы с вами видели до этого, что обычно из задач мы возвращаем поток. Скажите, а можно ли сделать вот так? Галпс.rc, например, я ищу файлы, пропускаю их через мой плагин, который просто выводит их, и затем on-end вызываю коллбек. Могу ли я вызывать коллбек, или все-таки возвращать поток необходимо? Давайте подскажу. В данном случае это работать не будет. Сейчас проверяем. Смотрите, что произошло. Тут оно кое-что вывело, а потом все упало. Причем оно поругалось. Давайте я повторю еще раз вопрос, но уже в другом виде. Почему эта задача падает? То есть фактически мы увидели, что процесс начался и завершился, не дойдя до конца. Почему? Если вдруг не очевидно, то мы можем упростить эту задачу, сведя ее к вот такой. Мы получим VFS. Напоминаю, что галпс.rc – это всего лишь VFS-стрим, поток VanilleFS. Вообще, берем отсюда вызов галп. Вот так. Как видим, код стал сильно проще. Это уже даже не галпфайл, это уже чистый поток. И давайте запущу еще раз. Все практически то же самое, просто галп не ругается, его отключили. У нас выводится некоторое количество файлов, а потом выполнение просто останавливается, несмотря на то, что в директории NodeModules файлов очевидно гораздо больше. Так в чем же дело? Ответ на этот вопрос мы легко получим, если вспомним, как работает метод pipe. Подробное описание этого находится в скринкасте по Node.js, в теме потоки. Но здесь в двух словах я вам кратко напомню, что pipe читает данные отсюда и пишет их сюда. Причем, возможна ситуация, что данные отсюда поступают очень быстро, а данные здесь обрабатываются медленно. И чтобы этот поток не захлебнулся буквально в данных, у него есть специальный внутренний буфер. По умолчанию, размер такого буфера для объектных потоков составляет 16 элементов. То есть pipe читает данные отсюда и записывает их сюда. И если видит, что внутренний буфер заполнился, то перестает читать и ставит этот поток в буквальном смысле на паузу. Дальше в through2, когда закончит что-то обрабатывать, когда у него во внутреннем буфере освободится место, то он сигнализирует об этом и pipe обратно возобновляет чтение. Таков алгоритм работы pipe. Что происходит в нашем случае? Пайп читает данные и отправляет их сюда. Этот поток что-то с ними делает и готовит их к пересылке дальше. Причем заметим, что в Node.js все новосозданные потоки находятся в состоянии пауза. То есть даже если мы, скажем, модуль fs используем createReadStream, то он не начнет генерировать данные, пока я из состояния паузы не выведу. Это происходит автоматически при добавлении обработчика onData или при вызове метода pipe, который внутри себя как раз onData ставит. Или еще есть специальный метод для этого, называется resume. Это сделано специально, чтобы если мы создаем поток, но пока еще обработчик к нему не поставили, чтобы не получилось так, что этот поток что-то считал, сгенерировал событие даты и это событие пропущено. То есть это для гарантии правильной обработки всех данных сделано. Таким образом, давайте вернемся к нашему коду. У нас получается, что отсюда приходят файлы, заполняют буфер вот здесь. И как только их набивается 16 штук, то получается, что сюда их больше писать нельзя. Пайп сигнализирует этому потоку встать на паузу. И если мы посмотрим вот сюда, то видно, что ровно 16 элементов он нашел. Соответственно, после 16 элементов поток этот на паузе. Этот поток тоже ничего не делает, тоже на паузе. И получается, что все на паузе процесс Node.js тихо и мирно завершается. Нет даже теоретической возможности, что какой-то из этих потоков продолжит работу. Исправить это, к счастью, очень просто. Давайте еще раз посмотрим, что нам нужно. Нам нужно найти все такие файлы, чтобы этот обработчик для них сработал. Ну хорошо, препятствие у нас в том, что этот вот в сру 2 на паузе, поэтому набирает 16 элементов и останавливается. Нам нужно сделать так, чтобы он продолжал работать и обрабатывал все новые и новые элементы. Для этого мы вызываем метод Resume. Я могу поставить обработчик OnData здесь или пайпнуть куда-то. Не важно. Главное, что как только я делаю Resume, то получается, что в сру 2 больше не на паузе. Он получает данные, обрабатывает их и генерирует в свою очередь событие OnData. Это событие уже никто не ловит, мы с ним ничего не делаем, эти данные пропадают. Но в данном случае это нормально, они нам, собственно, не нужны. Наша цель же, чтобы обработка не останавливалась. И теперь все будет хорошо. Давайте проверим. Ух, побежал, побежал, побежал. Оно добежит до конца, разумеется. Файлов много, поэтому я остановил. Обращая внимание, именно в этой конкретной ситуации вы могли предложить еще одно решение. Просто вызывать callback без файла. Если внутри сру 2 callback без файла, это означает, что этот файл мы никуда не передаем, отбрасываем. То есть во внутреннем буфере ничего не накапливается к пересылке дальше. Соответственно, этот внутренний буфер как имеет 16 элементов доступных, так они все пустые остаются. То есть получится, что этот поток хоть и на паузе, но во внутренний буфер никогда не переполнится. И поэтому SRC будет идти до конца. Тем не менее, большинство галп-плагинов все-таки передают файлы дальше, поэтому рабочая ситуация для нас вот такая. Теперь давайте вернемся к исходной галп-задаче. Сейчас вы понимаете, почему она толком не сработала. Понимаете, как ее поправить? Что для этого нужно сделать? Вывести этот поток из паузы, вызовом резум. Или в качестве альтернативы можно сделать ретурн. Потому что галп внутри себя, если поток возвращают, также выводит его в состояние паузы и ждет пока он завершится. К правилу, о котором я говорил ранее, то есть то, что все потоки стоят на паузе, пока мы не выведем их из этого состояния, есть одно важное исключение. А именно, галп-дст в текущей версии галп, это может измениться в будущем, но прямо сейчас, на момент написания скринкаста, когда этот поток создается, то галп за ним смотрит. И если мы из него не читаем, то галп это делает. То есть галп заботится о том, чтобы буквально со следующего тика этот поток вывелся из паузы, и всегда через него текли данные, даже если мы их не обрабатываем. Но это именно исключение, реализованное в галп, в будущем это возможно изменится. Что ж, надеюсь последний пример углубил ваше понимание того, как работают потоки. И это поможет вам как при написании своих плагинов, так и при использовании калбеков вместе с потоками при написании задач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова